Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна, за кадром Кононов Антон, и сегодня я вам покажу одежду. Это уже, можно сказать, новинки прошлого каталога, но из-за того, что я очень много ездила, я их снимаю только сейчас. Итак, на мне сейчас, кстати, очень красивый цвет, мне кажется, что он не идет. Напишите, пожалуйста. Я просто такие цвета очень люблю, но я не могу понять, идут они мне или нет. Так, значит, на мне сейчас водолазка из рельефного трикотажа, артикул 850-204, размер XL. Что хочется сказать, 75 из коза 20 полиэстер 5 эластан состав, она очень хорошо тянется, прямо очень хорошо. Она такая эластичная, конечно, она поменьше, чем вот летние водолазки, которые я снимала в джубке, она поменьше выделяет недостатки, как-то вот более хорошо смотрится, и мне это безумно понравилось. Может быть, то, что она идет размер в размер, конечно же. Может быть, из-за этого длина рукава, ну, мне вот идеально длина рукава, поэтому не знаю, как бы длинноногим девчонкам, которая повыше роста, но вот мне очень хорошо. Ее, конечно же, можно заправить, расправить. Я ее расправила, чтобы вам было видно ее длину настоящую. Вот, она абсолютно не просвечивает, она очень мягкая, она очень мягкая к телу. На мой взгляд, она, ну, вообще не колется нисколько, в ней приятно. И она такая в средней теплости, что ли, как это описать. Вот, она действительно такая вроде бы теплая, но кожа в ней дышит. И, в принципе, вот сейчас в такой, да, сходить, например, надеть джинсы, вот водолазку вот эту, да, и пойти в торговый центр, мне кажется, что будет жарковато даже, да, вот если бегать. Потому что тут очень такой плотный слой, воротник прям вот он двойной и плотный, да, получается вот такой вот он прям большой. И из-за этого может быть жарковато. Но кофточка очень уютная, комфортная, пока не стиралась, ничего. Но, если будет что-то не так, давайте мы с вами договоримся, что в очередных пустышках я буду рассказывать. Но пока что мне все очень-очень нравится. Вот, не знаю, мой, не мой, теперь это оттенок, но мне как-то даже нравится, как будто освежает меня, как вы считаете. Напишите мне что-нибудь про вторую примерку. Мне все интересно, как он взгляд со стороны. Так, значит, это тоже все самое, все-таки уже ставим размером, изменяюсь составом, размером, да, только артикул 850192, цвет бордовый. Ну, и точно такая же водолазочка, только цвет серый меланж, размер тоже XL, артикул 850210. Ну, слушайте, как будто странит эта кофта, и она вроде бы плотная, но в ней меньше жарко, чем водолазки, на мой взгляд. Как будто реально меньше жарко, мне она нравится, и цвет такой прикольный. Значит, это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, цвет бежевый, очень мягкая. Она очень прямо мягкая, размер 52, размер в размер лег, все великолепно. Состав 50 вискоза, 27 полиэстер, 23 нейлон, артикул 530-643. Ну, мне нравится, прям хорошенькая вязка такая, клевая, она так хорошо растягивается. Не знаю, будет, не будет скатываться, но вроде бы все хорошо. Мягкошечка такая. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, цвет синий, размер 52, артикул 530-635, состав интенсичный предыдущему. Классный, легкий, нужно посмотреть оттеночек, но мне кажется, что оттеночек тоже очень даже мой. Ну, сразу видно, этот оттенок какой-то немой, во-первых. Во-вторых, как-то вот, мне кажется, что короток рукав или вот этот фонарик слишком большой. И вот тут вот какой-то вот дополнительный объем. Мне кажется, дополнительный объем для и так объемных девушек не очень хорошо смотрится, вот как вот по фактуре. Но я уже предчувствую, что это мамина кофта, она прям будет такое носить, она это любит. Вот, что еще? Мне кажется, пока я, конечно, не знаю, но мне кажется, что она скатается, я прям ощущаю это. И эта кофта, в отличие от предыдущих, немножко собирушка. И она, я ее надела на голое тело полностью, чтобы проверить, вот чуть-чуть в спинке где-то немножко покалывает уже. Есть такое, знаете, неприятное ощущение, хочется надеть футболку под нее, но с другой стороны, она слишком теплая, чтобы еще что-то надевать. Ткань приятная, очень хорошо тянется, все великолепно, да, то есть, вот, но я не знаю. Вот, но я ее положила на диван, ну, грубо говоря, на диване лежала кошечка, и она уже нацепляла на себя кошачьих волосков немножко. Хотя предыдущие кофты вообще ничего не нацепляли. Значит, вот это вот, не знаю, будем ли мы в ней опрятно смотреть. Точно-точно, какая же кофта, сейчас я подъеду поближе, Антон, покажи мою спину, видно, как насобиралась шерсть. Прямо видно на черном очень сильно, да? Вот тут где-то. Да-да-да, даже вот, я прибавил его. Прямо, не рекомендую вам эту кофту, чтобы вы не разочаровались. Честно вам скажу, что она прям, такая, как будто вот все подряд собирает, все подряд. Мы просто ее распаковали, положили на диван, уже все налипло. В общем, для девчонок, которые любят опрятный вид, но не любят много-много всего чистить, в том числе я такая же, да, то не советую эту кофту. Хотя она клевая, но вот с тканью, мне кажется, вот связкой с этой не очень угадали. Ну, точно-точно такая же кофточка, а только цвет бежевый. Артикул 530-619 в 52-м размере. Кстати, забыла сказать, что у них тут немножечко такое не спускающееся плечо. Такое вот, вот и сюда, ну, кто спускается. Вот, не знаю, это кофта ни к силу, ни к городу. Это кофта настроенных девчонок, у которых есть вот одевалка, может быть, такого же цвета, или кто очень смелый. Но вот лично, да, если у меня в талии есть недостатки, и я надеваю вот эту вот резинку, то она, наоборот, как-то все недостатки, наоборот, сильнее открывает. А где вот у меня есть талия, талию закрывает. И я получаюсь таким шкафчиком. Ну, это, во-первых. Во-вторых, рукава суперские, мне очень нравятся такие рукава. Рукав тоже пока-то идет, да, то есть вот плечо заканчивается вот типа тут. По идее, она клевая, но просвечивает очень сильно. Ну, понятно, что цвет немой, мне такой не идет. Вот это темно-красный, мне идет яркий красный, холодный красный, да, освежающий красный. Такой мне не очень идет, он тепловат, этот оттенок. Но я знаю, кому она понравится. Такие яркие цвета любит мясо и кровь. Так, цвет темно-красный, размер 52, артикул 530-927, состав 60 хлопок, 40 акрил. Кофта мне не нравится эта. Сейчас вот еще черную примеру, посмотрим. Ну, на каждую фигуру свой образ, как говорится, свой фасон. Ну, это больше смотрится, чем красный. Ну, черная, ну, хотя бы скрадывает сколько-то, да, выделяет, как вы видите, если что-то светлое надеть, то грудь очень сильно выделяет. Я ее, конечно, хотела примерить с черной под одевалочкой, да, но надела прям белоснежную, чтобы показать вам степень просвечиваемости. А с черной, я думаю, если вам эта кофта понравится, то вы сами себе сможете ее заказать и как хочется носить. Точно-точно такая же, значит, артикул 530-919, все размеры у меня 52. Этот кардиган, да, трикотажный кардиган с поясом, лучше носить со штанами, не с юбкой. Вот, он очень теплый, классный, но мне вот не хватает, если я захочу вот так застегнуться, то, конечно, тут надо что-то прочное придумывать. Потому что пояс, он сильно тянется, я уверена, что он быстро растянется, быстро потерять форму. Ну, я сейчас так завязала, как умею, да, проще какой-то свой пояс сюда поставить. Что еще хочется сказать? Ну, шлейки или шлицы, господи, они тут можно сделать выше под талию, ниже, да, то есть они такие подвижные, это очень даже в плюс. Потом вот тут при зарезании какой-то объем создается непонятный, то есть в расстегнутом виде она лучше, но хочется вот что-то такое застегнуть. Черно-белое, контрастное мне идет, очень мягкий, не собирушка, вроде бы ничего не собрал на себя, но не знаю, как будет стираться и скатываться. Угу, то есть не очень-то понятно, длина отличная, вот так вот надел, пошел, да, куда угодно. Угу, магазин, зубной, кафе, без разницы. Прикольная штучка, артикул 530-576, цвет черный, размер 50-52. Состав вискоза, 27 полиэстер, 23% нейлон. В общем, одобряю штучку, прикольная, оригинальная и редко у кого такое встретишь вообще. Вечно забываю сказать о составляющих, да, то есть вот, есть пуговка, все, Алиса, лови. Вот, что хочу сказать про это платье. Как оно сидит по фигуре, оно мне нравится, но оно, конечно, требовало доработки. Во-первых, немножко давит мне вот воротник, я его сразу почувствовала, и он, когда я накипаюсь, он уже вот вот стыкается, хотя он мягенький, но он плотный, и, ну, как бы, получается тут. Вот, знаете, некрасиво. Я чувствую, что я не могу, вот, да, то есть, мне не нравится вот это вот ощущение. Далее, он мягкий, легкий, очень кревый, он не саперушка, он не скатается. Рукав для меня коротковат, рост у меня 162, у меня рукав коротковат, поэтому нужно полагать, что длинноногие девушки, будьте аккуратны, или, может быть, кто-то любит три четверти носить, да, вот, кофточки, тогда будет, ну, неплохо тогда. То есть, он может сойти и за длинную кофту с джинсами или со штанами, действительно может, прикольно. Вот, сейчас в застегнутом виде, да, сейчас будут такие интимные моменты, но вот эта вот вещь, Антон, покажи поближе, вот эта вот вещь, она расходится при ходьбе, и вот такая получается тут вот дилемма, то есть, это все надо или носить с брюками и расстегивать, и тогда получится действительно красиво, вот, или просто зашить, чтобы оно не расходилось. Да, это платье будет весьма достойным, аккуратным, ярким, потому что такое оттенок, он всегда кажется ярким, оно скрадет все недостатки, потому что оно не идет сильно в облипку, но оно идет размер в размер, и очень аккуратный. Вот, поэтому я это платье себе оставлю, я буду носить вот так рукава, потому что я всю жизнь так ношу, мне неудобно, когда рукав длинный, это честно, да, мне неудобно, мне нравится вот так. Так, тут я думаю, что растянется, а вот это я ушу, мне просто оно очень понравилось, не знаю, как оно будет вести себя при стирке и так далее, но оно еще, видите, мятенькое, но тянется хорошо, здорово, надеюсь, что не просвечивает при натяжке, да, то есть оно такое, видите, эластичное, приятное очень, и носить его приятно, и кожа в нем дышит хорошо. Так, кстати, а я сказала состав? По-моему, нет, 80 вискоз, 20 нейлон, 530, 871, ну и сейчас я его расстегну и примерю со штанами. Не знаю, я не знаю, ну как-то вот это вот, то, что оно вот так торчит, выпирает, мне, конечно, не нравится, при любом движении загибается. Давайте попробуем, расстегнем, все это дело специально застегнутое оставила, чтобы показать, как оно будет застегнуто. Ну и вот так вот оно в расстегнутом виде. Ну как бы то, что оно мятное, это не проблема, погладить-то можно, но я прям даже не знаю, что ныне тоже показались такими коротковатыми, как самостоятельная модель. Что-то тут вот что собирается в этом месте, потому что они как будто бы слишком свободные, если их натягиваешь, как-то тоже некрасиво, да, то есть не знаю, мне не нравится. Я как-то вот, ну вот, сзади вроде бы неплохо смотрится, вот. Ну вот платье, как самостоятельная моделька, очень симпатичное, единственное, что его надо прошить, чтобы она не собиралась вот такими вот, да, волнами за пуговиц. Я бы тут вместо этих пуговиц сделала бы молнию, потому что все-таки люди ходят в этой одежде, и это непрактично, это некрасиво, а вот молния была бы самая-самая то вместо пуговиц. Вот, действительно. Вот, значит, трикотажные брюки для женщины, цвет темно-бежевый, размер 52, 80, вискоз, 20, негон, очень жарко, кстати, мне артикул 530, 887, костюмчик такой, ну и реально теплый. Вот, особенно вот в этом месте, где кофта на брюки, это вообще очень тепло. Ну, идет мне черный цвет, наверное, потому что светлые волосы, вот. Ну, что скажу, тут то же самое, все кукожится, поэтому если это дело прошить, то получится красиво. Действительно, клевое платье, рукав только три четверти, потому что даже мне он короток, да, коротковат, вернее. Трикотажное платье для женщины, цвет черный, размер 52, артикул 530, 879, состав 80, вискоза, 20, полиэстер. Ну, прикольное платье. Такое чувство, что я голая стою. Так, ребят, это находка, рекомендую, советую. Не первый год ношу, в прошлом году купила, но постеснялась сниматься, ну, все равно полные девушки стесняются своей фигуры. В этом году из-за того, что я скинула 8 килограмм, я как-то вышла к вам в свет, в этом, в термобелье. Оно ужасно мягкое, оно клевое, оно классное, в нем дышит кожа, хотя состав 74, вискоза, 18, полиэстер, 8, эластан. Вот, цвет у него идет бежевый, это термобелье женское футболка с длинным рукавом, артикул 840, 136. Это просто находка под любые штаны для тех, кто любит делать зимой 10-20 тысяч шагов. Кто следит за своим здоровьем, кто следит за своей фигурой, за вот этим вот, да, лимфодренажем и так далее, да. Все мы с вами знаем, что нужно двигаться, пить витамин С и так далее, пить омегу, и это, конечно, очень важно для здоровья. Но, конечно же, все мы с вами знаем, как легко зимой простудиться. Вот, и вот эта вот вещь, в ней и дома не жарко, и на улице не холодно, потому что я уже год их относила, и вот сейчас я ее надела, она еще как будто мягче и лучше. Так, брюки, значит, у нас идут артикул 840, 143, размер эксцельсия, бежевый, тоже суперский. Значит, у них идет, Антоха, увеличивай, вот тут вот это место. Видно, да? Да. У них идет такой вот легкий, приятный начосик, действительно суперский. И скажу вам больше, в прошлогодней термофутболке Антон просто так ходил по квартире, в магазин, везде. Он ее таскал так долго, что от нее уже просто ничего не осталось, и я ее втихуш выкинула. Так он ее еще искал после того, как я ее выкинула. И жалко, что такой второй нету. Очень мягкая, классная ткань. Если спереди она такая обычная, то внутри она прям такой мягкий-мягкий начосик. Может быть, он немножко и скатается после стирки, но качество он не теряет. У Антоки вот не скаталась, а я помню, у нас Викуся два года носила штаны термо, такие, знаете, яркие. И вот у нее штаны сначала были вот так же, как мне, длинноватые, великие, а потом все меньше, меньше, меньше. И вот мы их уже выкинули, вот ей так вот было. Да, потому что они действительно классные. Я тогда пожалела, что я не заказала двое, трое ей штанов на... Сейчас потому что таких нет на детей. Вот. Ну что ж, вот это я вам рекомендую. Если вы любите ходить, гулять. Я вот, например, не люблю вот эти вот все объемные вещи. Мне они не нравятся, но я люблю, чтобы я была в тепле. Вот так вот почему-то фильтры на они ложатся. Что первый, что второй. Ну вот фаберлик перевернутый. Что-то пошло не так. А третий? Третий сейчас нажал. Но он все равно остался в бьюти. Это я себя показал случайно, снимая из чего. Аня, все равно так и остается. Да, ну в общем, что-то не получилось. С Самсунга хорошо получается, а с айфона не получается у меня, например. Ну что ж, на мне легкий трикотажный джемпер с коротким боковом для женщины. Помимо того, что тут вот есть вот этот QR-код. Господи, слово-то какое, QR-код. Ой, с этими кодами. Вот. Ну, в общем, он подразумевал другое немножко. Не тот QR-код, это клевый. Очень красиво эта маска смотрится с Самсунга. Прямо обалденно. Там такие крылья, там все так здорово. Ну, вот с айфона что-то не так. Значит, это легкий трикотажный джемпер с коротким боковом для женщины. Джемпер, ну, футболка. Цвет белый, размер X, состав 100% хлопок. Артикул 530-442. Раньше это была фуфалька, сейчас стала джемпером. Но я неизменно называю это дело обычной футболкой. Мы люди русские. Вот. Очень классные. Скрадывают недостатки. Идеальная длина. Вот, докуда надо, да, не длиннее, не короче. Вот, все здорово. Есть на русском языке вот слово вдохновляю. А есть на английском языке слово вдохновляю. Вот, а на английском языке вдохновляю. Да, такая вот прикольная. Я ее, правда, замарала, не обращайте внимания. Вот, сейчас скажу ему Артикул. Ну, мне на русском больше нравится. 530-450, тоже 100% хлопок. Ну, такая вот красоточка. Ну, что ж, мои дорогие, с вами была Кунанова Аня. Проект Фаберлик Онлайн. За кадром мой муж Кунанов Антон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Дайте мне, пожалуйста, советы. Потому что эта коллекция как-то вот не очень необычная. Очень необычная, непривычная. Очень-очень оригинальная. Поэтому мне очень хочется ваших советов. Всем пока-пока-пока.